Друзья, всем пламенный шалом! Сейчас будем делать листы первого дня! Давайте для начала разберемся, что такое лист первого дня. Ну вообще, это лист формата А5 с художественным принтом. Это я нарисовала такого очаровательного почтальона. На нем есть марка, штемпель и это сувенир. Если карт-максимум вы сможете отправить по почте, то такой листок нет. Такие листы популярны в Европе и в Израиле. В России никогда их никто не делал. Но филателисты из Новосибирска подумали, а почему бы нам не начать? А я подумала, а почему бы мне не продолжить? Поэтому я сегодня сделала листы с почтальоном. Сегодня, 6 мая, Министерство связи выпускает в обращение почтовую марку Почтальон на тему профессий из серии Детская филателия. Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 грамм, включительно, в пределах Республики Беларусь. Еще должны выйти 3 марки из этой серии. К слову, хотелось бы добавить, что обычно в беломарке красивое гашение, а тут что-то ну совсем какое-то простенькое. Я, как всегда, приехала к открытию салона в 8 часов утра, проштамповала 48 листов примерно за час и уже в 10 часов была дома. Кстати, я нашла единственный минус почтового салона. Стол у них впивается не только в ваши ребра, но и в вашу душу. Да нет, я шучу, салон у нас самый лучший, но ребра сегодня болят. Кстати, я думаю, что никто никогда не делал сувенирных листов первого дня с белорусской маркой, так что здесь я первая. Я считаю, что листы первого дня получились замечательными и очень симпатичными. А вы как считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, у меня в паблике был ажиотаж. Многим посткроссерам и филателистам они пришлись по душе. И, конечно же, все их я продала. Сейчас у посткроссеров новая мода. Все начали собирать штемпели первого дня. А я уже их давно собираю в свой блокнот. К слову, сегодня было еще одно гашение и вышли марки из серии Европа, истории и мифы. И Белпочта представила нам лешего и русалку. Также Белпочта нам пишет, что в белорусской мифологии у каждого лесного массива есть свой хозяин, леший, который заботится обо всех зверях и птицах. Кстати, номинал у марок не маленький. Номинал П соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции массой до 20 грамм, включительно приоритетной. Также Белпочта предупреждает, что отношение русалки к человеку зависит от соблюдения им правил поведения. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. До новых встреч!